Всем привет! Меня зовут Брайан О из Pearl Abyss. И сегодня я рад приветствовать вас в нашем офисе. Сегодня я познакомлю вас с коллегами и жизнью в офисе. Так что давайте начнем. Ну как, готовы? Пожалуйста, проходите в наш офис. Сейчас у нас работает около сотни сотрудников, большая часть из них графические и гейм-дизайнеры и еще программисты. Давайте начнем с нашей секции графического дизайна сюда. В нашей команде работает примерно 50 графических дизайнеров. Часть из них над дизайном персонажей, часть над окружением. Как видите, вот они тут сейчас работают. Смотрите, сейчас один из них занимается анимацией и эффектами. Привет! Давайте я познакомлю вас с очень важным сотрудником нашей компании. Его зовут Сео Йонг Су и он арт-директор Pearl Abyss. Проходите и поглядите на его работу. Сейчас он занимается лицами NPC. У него очень кропотливая работа, сейчас он подбирает кожу для NPC. Как видите, у NPC будет много разных типов лиц. Теперь давайте перейдем к следующей секции, к команде программистов. А вот и наша секция программирования. Сейчас тут занято примерно 30 сотрудников, работающих как над клиентской, так и над серверной частью игры. Сейчас они решают известные технические проблемы. Именно эти ребята прилагают все усилия, чтобы наша игра была готова к открытому бета-запуску. Ну и в заключении нашей экскурсии по этому этажу, позвольте мне показать вам нашу секцию гейм-дизайна. Сейчас тут работает около 20 дизайнеров. Они создают новые концепты и занимаются полировкой игры для запуска. Давайте пройдем дальше. До запуска корейского открытого бета-тестирования остается чуть меньше месяца. Сейчас гейм-дизайнеры тестируют игру, чтобы предоставить нашим пользователям качественный клиент. Каждый день идет тестирование, добавляют новый контент, занимаются полировкой того, что есть. Нашим зрителям с Гохи я хочу показать интересное место у нас в офисе. Там расположен очень большой экран, глядя на который, наши тестеры-дизайнеры и программисты обмениваются мнениями о том, какой должна быть игра, как она будет развиваться. Давайте я вам его покажу. Как видите, вот он, этот большой экран. Здесь наши дизайнеры собираются вместе и обсуждают новые концепты и клиенты. Благодаря этому у нас получаются очень активные встречи, которые помогают придать игре лоско. И это очень важное место для нашей команды. А позади вас есть еще одна занимательная вещь. Как видите, это еще одна интересная штука. На этом лид-экране отображается количество игроков на тестовом сервере, если он работает. Глядя на цифру, любой член команды может оценить ситуацию. Ну вот, экскурсия по этому этажу закончена. У нас есть еще один. Там сидит команда звукооператора и располагаются помещения для захвата анимации. Идемте туда, я покажу вам место с нашими хай-тек игрушками. Для того, чтобы качество игры было на высшем уровне, мы стараемся делать всю работу со звуком внутри студии. У нас есть специальная комната для звукозаписи, где пишется фоновая музыка, звуки и эффекты. Все это мы делаем сами. Вы можете взглянуть на нее. Сейчас я представлю вас нашему композитору, который занимается написанием музыки и записью эффектов. Пойдемте за мной. Вот и наш композитор. Привет! Сейчас у него много работы. Мы добавляем в игру много эффектов и музыки, а также диалогов NPC. В общем, сейчас ему точно есть чем заняться. А это наша комната записи. Тут записываются приглашенные актеры озвучания. Вы приглашаете для записи каких-то известных в Корее людей? Да, мы приглашаем их, но для большего разнообразия работаем мы с непрофессионалами. А для других стран вы будете делать так же? Говоря о голосах для России, я думаю, что эту часть возьмет на себя наш издатель в России. Ну и напоследок я покажу вам нашу студию анимаций и захвата движения. Вот тут находится она, студия анимаций и захвата движений. Наш аниматор и специалист по захвату движений записывают основные движения для анимации. А затем мы проводим постобработку, чтобы они стали более детальными и плавными. Как видите, сверху расположено много камер для того, чтобы точнее захватывать движения. Ха, стол для наказаний? Нет, нет. Это наш сканер лиц. Мы снимаем очень детальные данные для анимации лиц наших NPC. Так что позже вы сможете это оценить сами. Итак, благодарю за ваш визит. Спасибо, что заглянули в нашу студию. Пожалуйста, ждите выхода нашей игры в открытый бета-тест в Корее, а затем и в России. Большое спасибо. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok